МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема, о которой расскажем в этом выпуске. Санкции повлияют ли новые ограничения на продажу лекарств, в том числе и жизненно необходимых. Сюжет Анастасии Зубрицкой. Впереди самый красивый и ароматный весенний день. О профессиональной подготовке к 8 марта сюжет Виктории Шкальной. Владимир Владимиров призвал все политические силы на Ставрополе сплотиться и поддержать президента России. Встреча с региональным активом политических партий губернатор провел в Краевом правительстве. Участники совещания договорились объединить усилия для поддержки региона в условиях санкции. Также Владимиров сообщил, что правительство подготовило проект закона о поддержке военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Документ предусматривает денежные пособия для раненых и выплаты семьям погибших бойцов. Депутаты пообещали рассмотреть законопроект в ближайшее время. Идем дальше. Запасаться лекарствами впрок или нет? Ставропольцы опасаются, что санкции повлияют на ассортимент в аптеках. А что говорят сами фармацевты? Выросли ли цены и контролирует ли их государство? По аптекам прошлась Анастасия Зубрицкая. Санкции против нашей страны стали причиной незапланированных трат россиян. Одни начали скупать технику, другие решили вложиться в лекарства, испугавшись, что они резко подорожают или вовсе исчезнут из аптек. Запасайтесь на год, цены вырастут неизбежно. Кричащие заголовки и публикации в интернете за последние несколько дней вызвали волнение среди россиян. Что же происходит в Ставрополе? Это государственная аптека и мнение покупателей. Заметили вы какие-то трудности в последнее время с препаратами? Да. Какие? Вот я, например, хожу к АПТФ ищу. Вот уже обошла несколько аптек, нигде нет. Подорожание, оно везде подорожание. А так я не заметила. Ну, стали доступнее. То есть санкции никак не повлияли? Никоим образом. Не повлияли, все так же осталось. Нет, наверное, не изменились за последнее время. А вы, девушка, посчитаете? Ну, смотря на что. Конкретно на лекарства? Да нет, в принципе, нормальные цены. Рост цен есть. Именно на лекарства? На лекарства. Рост цен в некоторых аптеках, по словам ставропольцев, действительно есть. Но только в частных. Цены в государственных, а это 72 точки по краю, жестко контролируются. Завышенной стоимости нет. И пока ее не прогнозируют. Лекарства у нас как бы все в наличии есть. Особенно жизненно важные необходимые препараты, они все в наличии. Мы не испытываем недостатка в них. И скачка цен на данный момент, в принципе, абсолютно нет. То есть все цены, как были, такие они у нас и есть. Ажиотажа среди покупателей здесь тоже не заметили. Работают, уверили в аптеке, в обычном режиме. Ну, пока мы такого не ощущаем, не замечаем. Вроде бы все стабильно, все спокойно, как штатная работа. Государственные аптеки – хорошая альтернатива частным. Тем, кто заметил, что какой-то препарат значительно подорожал, стоит сравнить цены и только потом покупать. Небольшой, незначительный рост цен у дистрибьюторов-производителей наблюдается. Но мы стараемся нивелировать его. А в Старвокурском крае распоряжением региональной тарифной комиссии установлены предельные торговые надбавки для оптовой и розничной торговли этой группой препаратов, которые наши аптеки государственные очень четко и жестко придерживаются, не допуская злоупотреблений и нарушений. А это аптечный склад регионам. Запасов льготных лекарств, в том числе и жизненно необходимых, здесь не менее чем на полгода вперед. Запасов более чем достаточно. Пока санкции не сильно затрагивают сферу фармацевтики. Проблемы, с которыми столкнулись, в основном логистические. Однако, если ограничения действительно ужесточат, у России есть рычаги воздействия. Если какие-то фармкомпании будут отказывать или же будут поставлять в Российскую Федерацию цены по заоблачным ценам у правительства, у органов государственной власти, есть инструмент, который называется принудительное лицензирование. И он будет применяться для того, чтобы защитить наших граждан и наш рынок. Еще один инструмент – отечественные аналоги препаратов. Они обычно на порядок дешевле, чем импортные. Когда накрутка идет исключительно за бренд, фармацевты предлагают альтернативу. Жизненно необходимых более 6,6 тысяч международных непатентованных наименований. То есть это более 40 тысяч торговых наименований. И поверьте мне, отсутствие одного торгового наименования даст возможность получить аналоговую замену на другие лекарственные препараты. Ставропольцам, как и другим жителям страны, советуют не паниковать и не закупать лекарства впрок. Впрок не нужно, потому что, я так думаю, если президент принял такое решение, он, наверное, будет и контролировать все сферы. За ситуацией на фармрынке продолжат следить Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Впереди самый ароматный весенний день, 8 марта. Обилие комплиментов, подарков и, конечно же, цветов. Как готовятся к этому дню флористы и как продлить жизнь подаренному букету. Все детали подготовки к празднику у Виктории Шкальной. Подобрать подходящее сочетание, выбрать нужную цветовую гамму и фактуру. Работа флористов в предпраздничные дни – труд непростой. Так методом проб и ошибок и рождается настоящий шедевр. Я составляю коллекцию, составляю букеты, собираю их из разных цветов, определяю цветочную гамму, размеры и их стоимость. Сейчас самые ходовые цветы, которые мы используем – это мимоза, естественно, тюльпаны. Также используем гиацинты – вот такие весенние цветы. Нежные оттенки, минимум упаковки и беспроигрышный хит всех весенних букетов – мимоза. Яркий цвет и аромат никого не оставят равнодушным. Порадуют представительниц прекрасного пола и сезонные цветы – нарциссы, морозники и любимые всеми тюльпаны. 8 марта мы начинаем готовиться примерно за три месяца. Продумываем актуальные цветочные составы, специальные предложения для корпоративных заказов. Также начинаем подбирать еще дополнительный персонал, потому что во время праздников наша команда увеличивается примерно в четыре раза. А сейчас мы получили большую поставку мимозы. Нам пришло 100 килограмм мимозы. Мы получили первую часть тюльпанов – это 5000 тюльпанов. И примерно еще 4000 разнообразного цветка. Все цветы нужно разобрать, рассортировать и очистить. Перед праздником команда также делает необходимые заготовки, чтобы в день Икс ни одна девушка не осталась без ожидаемого подарка. Мы подбирали наши стаканчики для дальнейшего использования с цветочками. То есть мы сюда будем класть цветочки. Это губочки, которые пропиливаны водой. Их мы оборачиваем в специальную бумагу, которая не протекает. Мы идем в датчики. И в дальнейшем они станут прекрасными композициями. Интересный факт. С каждым годом поставки цветов в магазины увеличиваются в два или три раза. Это говорит о том, что мужчины все ответственнее подходят к женскому празднику. К слову, чтобы букет радовал вас как можно дольше, есть несколько дельных советов. Запомните, в вазу с водой нужно добавить спирт, сахар или специальную смесь. После того, как вы принесли цветы домой, их обязательно нужно обрезать. Делается это с помощью ножа или секатора по диагонали. После сразу же поставьте букет в подготовленную заранее воду. Цветы не любят сквозняки и прямые солнечные лучи. Не оставляйте букет также и рядом с батареей. Оставьте где-то в прохладном месте и не забывайте менять воду каждый день. А весеннего и цветущего настроения всем телезрителям желают Виктория Шкальная, Олег Байкулов и Дмитрий Ефимов. Ставропольское телевидение. Ну это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. Также не забывайте присылать ваши вопросы на номер, который видите на экране. И подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Сейчас прогноз погоды с Алексеем Форсиковым. Я передаю ему слово. С вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу, 4 марта. В центральных территориях края ветер и дожди. И только в Невиномыске будет без осадков. И, внимание, ветер до 8 метров в секунду. А по ощущениям, как будто не плюс 7 в среднем, а как минус 1, хоть шапку надевай, честное слово. Световой день 11 часов 17 минут. Растущая луна. Кавминводы пасмурно. И вот прям холодно. Потому что ветер сильный. Местами до 7 метров в секунду. А ночью вообще заморозки до минус 2. Север и восток. Края прохладно, но без осадков. В этих территориях самый сильный в крае ветер. До 10 метров в секунду. Будьте внимательны. Дождь не намочит, конечно, но сдуть может. На сегодня о погоде все. Хорошей пятницы. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok